Можно купить UI4K Plus за 2 990 рублей. Пообщался с менеджером. Дальше так осуществляется будет в почте России. Пожалуйста, придите, получите. Если я плачу, потом проверю. И там будет не то, что я заказывал, я никак ждуть не смогу посылать. Наложный платеж нет. А вдруг на самом деле мне придет камера UI4K Plus за 3 тысячи рублей. Мечта. Спасибо вам, ребятки. В последнее время меня стали преследовать объявления в интернете, что можно купить камеру, экшн-камеру за 2 990 рублей. И так как мы занимаемся объективами для этих камер, мы решили проверить, на самом ли деле ее можно купить. Да, за эту цену можно купить камеру, которая практически не умеет снимать, китайскую такую, больше похожую на игрушку. Но в данном примере предлагалась камера UI4K Plus, которая стоит в 3-4 раза дороже. К сожалению, у меня не осталась запись разговора. Я позвонил, сделал заказ, пообщался с менеджером, уточнил, на самом ли деле мне придет именно эта камера. На самом ли деле она оригинальная, что входит в комплект. На что она меня заверила, что да, это та самая камера, что просто у них сейчас сезонная распродажа, и они должны очистить склад, чтобы закупить новую партию. Ну окей. А вдруг на самом деле мне придет камера UI4K Plus, и почему бы нет? Покупайте за 3 тысячи, зачем платить там 15-20 тысяч за нее? Ю... Ю... Что я неправильно ни хера говорила? UI. UI4K Plus. Не Ю, а ИУ как это, блядь. ИФУК ПЛАС. Ну нахер. Сегодня пришла смс-ка, что ура, ваш заказ прибыл в отделение почты и номер посылки. Так что сейчас поедем получать. Но мы связались с магазином еще раз, хотели уточнить, каким же образом была отправлена наша посылка. С описью вложения или без? Потому что, как и казалось, это имеет смысл. Алло. Алло, здравствуйте. Звонок из интернет-магазина, лендинг-пейдж, менеджер Роман. Вы оставляли заказ на экшн-камеру. Все верно? А, да, все верно. А, да, все верно. Давайте подтвердим заказ, подскажите, как могу обращаться к вам? Андрей. Андрей. Андрей, очень приятно. Подскажите, регион, куда будем доставлять заказ? Саврополь, а скажите, пожалуйста, можете ответить на несколько вопросов? Я еще думаю, заказывайте. Я еще думаю, заказывайте. Да, конечно же. Да, скажите, пожалуйста, какие методы доставки? Доставка осуществляется в Почте России первым классом. Отправление наложенным платежом с описью вложения как раз и отличается тем, что вы можете, прежде чем заплатить деньги, открыть посылку и проверить соответствие того, что внутри с тем, что находится в описе. И если это не соответствует, вы имеете право не платить эти деньги. Вот, вы знаете, я просто на сайте не нашел информацию о вашем лице, чтобы понимать, какой... Наш офис находится на Курчатова, 10, в Санкт-Петербурге. А как ваше... Как ваше... Юрлицо какое? Интернет-магазин «Лэндинг Пейдж». Что он сказал? «Лэндинг Пейдж». «А, это ООО или ИП?» «Что вы говорите?» «Это ООО или ИП?» «Курчатова, 10». «Курчатова, 10». «А это ООО или ИП?» «Алло». «Ага, проблемы со связью». «Перезвоним вам». «Перезвоним вам». «В одном из первых разговоров я попросил отправить мне посылку с ДЭКом, на что мне ответили, что нет, мы с этой компанией пока еще не работаем, хотя очень хотим и, возможно, в будущем будет такая возможность. Но сейчас мы вам отправим почтой России. Пожалуйста, придите, получите, по факту оплатите деньги». «Если без описти вложений, то тут, к сожалению, нет. То есть вы уже сами решаете, сначала оплачиваете наложный платеж и забираете посылку». «То есть даже если я оплачу, потом проверю, и там будет не то, что я заказывал, я никак вернуть не смогу посылку, правильно?» «Наложный платеж – нет». «Как вы видели, на неудобных вопросах сразу пропала связь. Я попробовал перезвонить, ответа нет. И я попробовал оставить еще раз заказ на сайте, на свой номер, и сразу закончился товар. К сожалению, заказ оформить не удалось, требуемого товара нет в наличии». «Я уже сейчас знаю, что там 100% лажа в этом заказе, но мы поедем, потратим 3000 рублей специально, чтобы никто из вас не совершал таких ошибок. Погнали!» «Вы только что купили камеру UI 4K+. Супер, супер камера вообще!» «Моя мечта!» «Я 4K+, за 3000 рублей!» «На почте спрашивал, кто попадает в зону риска. И, как оказалось, это не только бабушки, которые не умеют пользоваться интернетом и сложно разбираются во всех этих вещах. Часто это такие же, как мы и более молодые люди, которые просто хотят купить дешевле». «Ребят, я камеру купил за 3000 рублей!» «Ну что, не зря же вы смотрели весь этот ролик. Хочется же узнать, что внутри. Правильно?» «Так. Пава!» «Спасибо вам, ребятки! Я как раз хотел себе видеорегистратор. Не, ну слушай. Но я думал хотя бы... я слишком плохого мнения о вас был признаю я думал придет какая-нибудь хрень обрубок чего-нибудь и хотя может быть там и внутри еще чего-то не того бешикл black box 9 какая какая и 4k плюс изменилась изменилась вот тут даже колечко которая зажимает камеру не зажимает ее потому что она когда-то была поломана и паяльником каким-то заклеена возможно это какой-то какая-то не кондишка или брак за три копейки ссылки на этот магазин не будет в описании и и я думаю они себя немножко обезопасили если бы они положили туда старый сапог хотя бы можно было бы их обвинить а если кто-то из клиентов и начнет копать и тратить свое время чтобы дойти до конца они вполне себе могут сказать о извините мы скорее всего положили вам не ту коробочку мы много что продаем и могли перепутать в попыхах давайте подытожим первое всегда проверяйте цену в нескольких магазинах если цена отличается больше чем на 30 процентов велика вероятность что это лохотрон после того как проверили цену если у вас есть сомнения проверьте доменный адрес вот в этом сервисе забиваете домен и вы видите на кого и когда он зарегистрирован в нашем случае тот момент когда мы увидели рекламу и проверили доменное имя она была зарегистрирована совсем вот-вот ближайшие дни естественно что это делалось с целью лохотрона и третье проверяйте методы доставки если вам говорят что мы можем отправить только почтой россии с наложенным платежом и без описи вложения хотя скорее всего они вам об этом не скажут спросите есть ли опись вложения если они скажут что описи вложения нет плюньте в трубку но я думаю даже не стоит до этого этапа доводить если такая схема то все пошли нахер ну и напоследок если вы не знаете где лучше купить экшен камеру какому магазину довериться какую камеру вообще выбрать под ваши задачи позвоните нам да мы не занимаемся теперь уже продажи экшен камер но мы производим объективы для экшен камер и сотрудничаем с большим количеством магазинов и сможем вам подсказать и помочь вам с выбором камеры и так специальное расследование компании pixar а закончена на нашем счету сегодня минус 3500 рублей но хороший опыт и надеюсь мы кому-то из вас смогли помочь до встречи